Как умирал СССР Этот процесс был полон неожиданностей и драматизма. Большая агрессивная империя, чье влияние распространялось на половину земного шара, казалось, была непобедима. Но реальность была иной. Внутри страны начиналось нечто тревожное, скрытое от глаз большинства, даже тех, кто стоял у руля. Лишь немногие, оказавшиеся внутри системы, видели, как гигант на глиняных ногах постепенно терял устойчивость. Этот скрытый процесс был зафиксирован в разных документах той эпохи, и один из них – это дневник Анатолия Черняева, заместителя главы Международного отдела ЦК КПСС. Текст дневника советского чиновника дает нам возможность заглянуть за кулисы событий, которые привели к краху. Черняев не просто описывал события. Он излагал суть того, что оставалось за рамками официальных отчетов и заявлений. Его дневники открывают двери в закрытые кабинеты, где принимались судьбоносные решения, и показывают, как изнутри выглядела система, которая казалась незыблемой. И теперь, читая эти записи, мы можем понять, какие именно трещины в фундаменте советской системы привели к ее обрушению. Теперь, когда Россия вновь сталкивается с вызовами, напоминающими тени прошлого, возникает вопрос – это просто историческая ирония или неизбежная судьба? Россия стоит на краю, и вопрос уже не в том, избежит ли она судьбы СССР, а насколько быстро она приблизится к тому же финалу. Какие решения нынешнего руководства в Кремле станут роковыми? Дневники Черняева, которые запечатлели крах одной империи, могут дать нам ответы на то, что ждет другую. Смотрите далее, будет интересно. К 1980 году Советский Союз уже несколько лет находился в состоянии скрытого кризиса, который начали обострять внешние события. В 1979 году СССР ввел свои войска в Афганистан, что стало началом длительной и изнуряющей войны. Это вторжение вызвало жесткую реакцию со стороны Запада, в том числе введение экономических санкций со стороны США под руководством президента Джимми Картера. Эти санкции включали ограничения на поставки зерна и технологий в СССР, что только усилило внутренние проблемы страны. В своем дневнике Черняев писал. Меры Картера оказались очень чувствительны. Обкомам запрещено допустить убой скота. Но мясо от этого не прибавится, будут сдавать полудохлый истощенный скот. Нормы доведены до смешного. На 1981 год Ростову-на-Дону планируется дать мясо на душу населения 2 килограмма в год. Положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только города, а теперь и деревню. Отовсюду идут требования и просьбы ввести продовольственные карточки, но этого невозможно сделать не только по соображениям политическим, но и потому, что на это не хватит продуктов, ведь придется давать ограниченно, но всем, а не выборочно, только Москве. Эта цитата наглядно демонстрирует, как внешние санкции и внутренние управленческие ошибки привели к жесточайшему дефициту продовольствия, который уже невозможно было скрыть даже в партийных отчетах. Этот дефицит был не просто следствием санкций, но и проявлением глубинных проблем советской экономики, неэффективности планирования, коррупции и неспособности государства реагировать на вызовы. Современная Россия из-за своего агрессивного поведения также столкнулась с санкциями, которые начали разрушать ее экономику изнутри. Дефицит определенных товаров, рост цен и инфляция – все это отголоски тех же проблем, что привели к краху СССР. Россия сегодня находится на том же самом пути, что и ее предшественник. В 1980-е экономические проблемы не замедлили сказаться на настроениях среди населения. В то время как дефицит продуктов и товаров первой необходимости рос, люди начинали терять доверие к государству и его экономической системе. Черняев фиксирует это в своем дневнике следующим образом. Кстати, с полным текстом дневника московского чиновника вы можете ознакомиться на нашем Патреоне, где мы выложили этот любопытный текст в удобном формате. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Итак, цитата. Кольца с камнями стоимостью в 15 тысяч рублей идут на расхват. Доверия к деньгам никакого. Так же, как и к государству, боятся денежной реформы. Хватают все, что идет в качестве предметов роскоши. Вошло в моду покупать картины. На этом процветают сотни художников, которые десятилетиями влачили жалкое существование. А теперь молюют, что попало, и все сразу же раскупается. И это понятно. В тот момент уже глубоко укоренилось недоверие к советской власти и ее финансовой системе. Люди, опасаясь обесценивания своих сбережений, начали панически скупать драгоценности, картины и другие материальные ценности, что стало отражением не только экономического кризиса, но и кризиса доверия. Сегодняшняя Россия переживает нечто подобное. С каждым новым витком санкций и ухудшением экономической ситуации граждане вновь теряют веру в стабильность национальной валюты и финансовой системы. Растущее социальное неравенство, обогащение элиты за счет обнищания остального населения – все это признаки углубляющегося разрыва между властью и народом. Этот разрыв, как показала история СССР, может стать началом конца, когда общественное недовольство перерастет в открытое сопротивление и крах государственной системы. В своем дневнике Черняев писал. Арбатов видит главное зло во внешнеполитическом плане, включая Афганистан, в Громыке, хотя теперь все больше склонен думать, что замешаны и аандроповские ребята, которые и его, и других обдурили ложной информацией и страхами. В наглости Громыка он видит определенную линию, проистекающую из-за интересованности в обострении обстановки. Логика примерно такая. Войны все равно не будет. Но наращивание военной мощи нам нужно по многим причинам, в том числе и чтобы содружество было в порядке, а напряженность с американцами даже полезна, так как позволяет оправдывать напряженку с продуктами, ширпотребом, услугами и прочим. Громыка в узком кругу прямо высказал такую мысль. Особенно последняя в отношении собственного населения. Эти слова Черняева отражают внутренние противоречия в советской элите. Одни пытались избежать конфронтации, другие же намеренно обостряли ситуацию, чтобы удержать контроль над населением через создание образа внешнего врага. Эта стратегия, однако, лишь ускорила падение СССР. Сегодняшняя Россия повторяет те же шаги. Внешнеполитическая агрессия и конфронтация с Западом ведут к усилению изоляции, что в долгосрочной перспективе ослабляет страну. Подобно СССР, Россия использует внешние конфликты как оправдание для внутренних проблем. Но такая стратегия может оказаться самоубийственной. В последние годы существования СССР недоверие к государству и его институтам достигло критического уровня. Черняев фиксирует этот момент в своем дневнике. Большие потери, 14 миллиардов рублей, государство понесло на водке. Из-за неурожая и прекращения американских поставок пшеницы решено было сократить производство водки, чтобы экономить зерно. Экономические трудности привели к нервозности среди населения, которое больше не доверяло государству и его экономической политике. Люди стремились вложить свои сбережения в материальные ценности, чтобы хоть как-то защитить себя от последствий градущих реформ и возможной девальвации рубля. В современной России мы видим схожую картину. Растущее недоверие к рублю и экономической системе приводит к тому, что люди вкладывают свои деньги, если имеют, в недвижимость и другие материальные активы, опасаясь экономической нестабильности. Этот кризис доверия, как и в случае с СССР, угрожает подорвать основу государства, ведь без доверия населения ни одна система не способна долго существовать. История часто повторяется, особенно когда ее уроки остаются невыученными. Дневник Анатолия Черняева, запечатлевший последние годы существования СССР, мог бы служить мрачным предостережением для современной России. Советский Союз рухнул под тяжестью собственных противоречий, когда попытки удержать власть через силовые методы, внешнюю агрессию и подавление внутреннего недовольства лишь ускорили его конец. В случае с современной Россией можно наблюдать ту же динамику. Внешне политическая конфронтация, санкции, растущее недовольство и падение доверия к государству. История подсказывает нам, что такие системы не могут существовать вечно. Рано или поздно внутренние противоречия, усугубленные внешними факторами, приведут к коллапсу. Россия, игнорируя уроки прошлого, продолжает двигаться по пути Советского Союза. Оказавшись в состоянии Цукцванга, она уже не может сделать ни одного шага, который не привел бы к ухудшению ситуации. Каждый новый ход лишь приближает страну к неизбежному коллапсу, который становится все более и более очевидным. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok